Здравствуйте! В эфире программа «Медицина 21 века». Новости и полезная информация о здоровье и красоте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приморцы могут получить помощь ведущих специалистов федеральных клиник, не покидая край. Попасть на онлайн-прием к медэкспертам поможет облако здоровья. Лучшие врачи страны проконсультируют пациентов с сердечно-сосудистыми, офтальмологическими, урологическими, гинекологическими и лорзаболеваниями. Дистанционный прием ведут также детские врачи, гастроэнтерологи, кардиологи, окулисты, пульмонологи и другие. Онлайн-консультации бесплатны. Полный список диагнозов, с которыми можно обращаться, можно найти на сайте «Облако здоровья». Проведение телемедицинских консультаций возможно при наличии у пациента компьютера с микрофоном и веб-камерой или мобильного телефона с браузером Chrome. Можно также скачать бесплатное мобильное приложение «Облако здоровья». По итогам консультации пациенту могут скорректировать терапию. При необходимости возможен очный прием, включая госпитализацию в федеральные учреждения. Маленьким приморцам помогут услышать мир. Бесплатный центр «Ступени» для детей с нарушениями речи и слуха продолжает свою работу на базе Владивостокской специальной начальной школы детского сада второго вида. Папы и мамы, дети которых не заговорили в положенном возрасте, могут прийти сюда вместе с малышом на консультацию и при подтверждении диагноза получить требующийся курс занятий со специалистами. Также «Ступени» приглашает родителей дошкольников, у которых диагностировали нарушения слуха. Как сообщает Влад Медицина, получить помощь могут жители всех населенных пунктов Приморского края. Нейрохирурги избавили пациента от симптомов болезни Паркинсона с помощью инновационного метода. В Ялтинском филиале ФМБА России пациенту выполнили операцию имплантации системы глубинной стимуляции мозга. Такой метод лечения впервые внедрен в Крыму и доступен пациентам со всех уголков России. Первый этап операции проводился под местной анестезией. Через небольшой разрез в черепной коробке пациенту вживили нейростимулятор. Вторым этапом провели КТ и вживили систему генератора импульса. Как сообщает российская газета, пациенты с болезнью Паркинсона, эпилепсией, дистониями, синдромом Туретта и многими другими могут обратиться в филиал ФМБА России в Крыму и изменить свою жизнь к лучшему. Врач-терапевт из города Видное Тимур Асанов назвал правила «четырех не» при укусе змеи, соблюдение которых поможет сберечь жизнь и избежать серьезных последствий для здоровья. Советы доктора стали так популярны, что быстро разошлись по соцсетям. Вот они. Не прижигать, не отсасывать яд, не накладывать жгут, не бежать. Доктор доступно объясняет, почему делать этого нельзя. Не прижигать, поскольку к укусу добавим еще и ожог. Да и поверхностное воздействие горячим предметом не снизит действие яда. Не отсасывать яд. Доказано, что пострадавшему это не поможет, зато у спасителя яд вполне может впитаться через слизистую рта. Не накладывать жгут. Жгут в месте укуса змеи опасен, он нарушает кровоснабжение и может спровоцировать гангрену и риск летального исхода. Четвертое. Не бежать. Интенсивное движение только ускорит кровоток, а значит и распространение яда по организму. А вот что медики рекомендуют делать при укусе змеи – сразу вызвать скорую, постараться не двигаться и пить больше воды, чтобы снизить концентрацию токсинов. 22 июля ежегодно отмечается Всемирный день мозга. Его задача – напомнить нам всем об опасности заболеваний мозга и сделать доступными знания о функционировании нервной системы человека. В эти дни Всемирная Федерация Неврологии организует мероприятия с участием ведущих мировых неврологов, нейрохирургов, нейробиологов и других ученых, где они обсуждают открытия в области головного мозга, обмениваются опытом. Например, за последние годы найдены новые признаки ранней стадии болезни Паркинсона и возможности, пусть не излечения, но воздействия на болезнь, которая стоит на втором месте по распространенности нейродегенеративных заболеваний после Альцгеймера. Что любит наш мозг? К какому возрасту нервная система полностью сформирована? Какое воздействие на мозг оказывает курение и алкоголь? Интервью с главным неврологом Минздрава Приморья. Дмитрий Сугитович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. 22 июля отмечается Всемирный день мозга. Ну, не знаю, как его надо отмечать, но, во всяком случае, мы тоже не могли пройти мимо этой очень важной и интересной темы. И вот, конечно, в организме у нас очень много разных органов, все они нужны, важны, и все же. Именно сбой в работе, даже малейший мозга, да, он чреват какими-то необратимыми, возможно, последствиями. И вообще работой мозга занимаются врачи нескольких специальностей, как я понимаю, неврологи, психотерапевты, психиатры. Расскажите, пожалуйста, что входит в компетенцию именно невролога, какие патологии? По степени важности, да, конечно же, головной мозг, ну, так получилось, да, что у неврологии сейчас головной мозг, он вышел вообще на первое место. Если взять, в принципе, учебник по неврологии, то все то, что было про головной мозг, ну, или про болезни мозга, все это занимало очень мало места, да, вот, все остальное занимало много места. Но так получилось в жизни, что все-таки, знаете, как бы все стало на свои места, и головной мозг, он на сегодняшний день занимает доминирующее положение именно, как бы, в неврологии. Хотя, по большому счету, конечно, неврологи, которые занимаются болезнями именно, как бы, мозговыми, да, то есть, там, инсультами тем же самым, то, конечно же, те болезни, которые приводят к инсульту, они к неврологии отношения не имеют совершенно никакого. Без каких-то функций мозга человек, он не может в полной мере ощущать себя здоровым. Да, я когда вот сейчас говорила, не совсем там правильно сказала, я забыла одних из самых важных специалистов, это нейрохирургов, конечно, по работе. Ну, вообще, я хочу сказать, что если мы говорим о неврологах, то это специалисты, которые занимаются то, что называется болезнями нервной системы, поскольку нервная система – это центральная система и периферическая, то нервы пронизывают у нас вообще все, то фактически, ну, как бы, область деятельности, она очень большая. К какому возрасту нервная система считается уже полностью сформировавшейся? Ну, это, знаете, это, на самом деле, действительно, очень самый интересный вопрос, да, потому что он касается всех нас, да, потому что все те, у кого есть дети, да, то есть они с удовольствием наблюдают, как развивается головной мозг, да, и поэтому, вот если взять, то по периодам, то, в принципе, нервная ткань, да, и зачатки головного мозга, они у человека появляются настолько рано, что даже себе трудно это представить, да, то есть фактически на 20-й день зачатия у человека появляется уже нервная ткань, начинает головной мозг формироваться. Когда ребенок рождается, он рождается уже со сформированным головным мозгом, да, ну, из периферической нервной системы, которая позволяет уже органам работать и функционировать. Но, по большому счету, если взять, то, конечно же, ребенок, он достигает некого своего апогея, он там постепенно развивается, развивается у него большая кора, которая отвечает за точные движения, да, то есть сначала у ребенка вот эта вот базовая кора, да, то есть это вот та, которая от древних предков пришла, да, то есть вот развивается, что когда ребенок только что-то научается делать, да, то есть у него там движения неточные и так далее, а потом, по мере того, как развивается большая кора, у ребенка становятся точные движения, он может делать мелкие какие-то вещи, вот. И считается, что где-то к шести годам, шести к семи годам у ребенка уже мозг сформирован настолько, насколько это может быть у взрослого человека. Именно поэтому к этому возрасту ребенок уже готов к обучению. И у него самая максимальная пластичность мозга возникает именно в этот период времени, когда дети начинают быстро все схватывать. Они схватывают значительно быстрее, чем мы, да, почему? Потому что у них в этот период времени, да, то есть мозг наиболее пластичен, он способен впитывать массу информации, образовывать много связей, он там растет, развивается и так далее, и так далее. Поэтому… И сколько это длится, вот эта такая бурная активность? Ну, она длится продолжительный период времени и продолжается очень и очень долго, слава Богу, да, иначе бы вообще было бы нам всем грустно жить. А скажите, пожалуйста, вот если были какие-то травмы, сотрясение мозга, ушибы, что, наверное, более серьезно, вот они могут сказываться через годы? Ну, видите, травма, травма не рознь, да, то есть и травма, если мы говорим об ушибах каких-то, ушибы, это когда мозговая ткань пострадала, перенесенный инсульт, да, то есть это там тоже мозговая ткань пострадала. Конечно же, если где-то что-то пострадало, оно не может быть бесследно, да, и в итоге человек, он, вот эти последствия, он может ощущать потом в последствии, ну, как бы продолжительное время. Но люди настолько все разные, кто-то может настолько хорошо компенсировать, то есть вот я просто помню такие случаи, когда попал человек, и у него на самом деле полушария одного не было. В аварию попал, да? Не попал в аварию, он вообще, в принципе, в больницу попал, ему сделали компьютерную томографию головного мозга, и оказалось, что у него нет полушария. Но при этом человек живет полноценной жизнью, да, то есть и никаких нет даже симптомов того, что у человека, ну, какие-то функции попадали. Поэтому и травмы могут быть разные, и болезни могут быть разные, которые перенесет человек, но люди настолько по-разному восстанавливаются и впоследствии живут, что, в принципе, даже при одних и тех же болезнях нет абсолютно двух одинаковых людей. Как у руководителя Центра инсультов, не могу не спросить, почему инсульт молодеет? Ну, инсульт молодеет по разным причинам. Но прежде всего, знаете, это наш, наверное, некий такой нигилизм, который вот существует все-таки у людей, когда идет отрицание необходимости следить за собой и соблюдать какие-то правила игры. Это у русских людей или вообще у человечества? Ну, наверное, это вообще человек, он этим страдает. Потому что здоровый человек, ну, или человек, который имеет здоровье, да, это же на самом деле человек, у которого ничего не беспокоит. Наш организм, он тем и удивителен, да, что у него есть возможности компенсации. То есть получается, что системы могут уже начать хромать, да, у человека уже идет организм в разнос, но он не ощущает болезни, потому что организм за него борется и компенсирует. А у него при этом уже сахарный диабет пошел, да, там сахара повысились, и холестерин начинает зашкаливать, а он там курит, пьет и все остальное. А давление уже начинает повышаться, но он при этом там крепится или вообще не обращает на это внимания. И постепенно-постепенно наступает какая-то вот такая ситуация, когда раз, и в какой-то период времени у него раз, и возник приступ чего-либо. И с этого момента у человека вот считается, что он как будто бы заболел. А по факту получается, что он болел-то давно. И вот эти вот как раз люди, которые с молодыми инсультами, да, именно те, которые вот в большинстве своем, они именно вот такие, да, то есть получается, что у людей есть некие болезни, да, и при этом нет то, что называется первичная профилактика. Профилактика тех заболеваний, которые неизбежно приводят к сосудистым катастрофам. А в другая ситуация, и этих пациентов их значительно меньше, это пациенты, которые имеют некие аномалии. Аномалии развития сосудов. Да, это врожденные аномалии, развитие сосудов, да, аневризмы, там, всякое такое. Либо имеют нарушение, ну, например, свертвость крови и так далее. Есть такая цифра, то, что курение увеличивает риск инсульта в 6 раз. Ну, это обычное курение, сигареты. На самом деле вообще не имеет значения. Дело в том, что курение другим способом… Ну, электронные системы, да? Да, электронные вот эти вот сигареты, всякие наклейки там, пластыри и прочее, прочее. Это форма введения препарата, да, никотина, она просто меняется. То есть она поступает в организм не таким способом, а другим. Курение увеличивает уровень холестерина в организме. Курение повреждает сосудистую стенку. Оно вызывает очень много таких негативных реакций, которые неизбежно приводят к тому, что у человека вот в сосудистой системе возникает потом сбой и перебой. А можно сравнить, что хуже для мозга, курение или алкоголь? Ну, это совершенно разные вещи, да. То есть алкоголь, там, ну, как бы, своя, свои токсины, да. И за счет хронического употребления, частого или нечастого, значит, они вызывают повреждения нервных клеток. В стадии опьянения, да, они отражают, по сути дела, те участки головного мозга, которые подвергаются постоянной интоксикации, да, то есть и потом повреждения. Вот, и если мы вспомним, как происходит, ну, алкогольное опьянение, то первое, что у человека возникает, это что? У него нарушается… То есть буждение такое веселое. Нет, у него нарушается координация. То есть и получается, что у человека нарушается координация, да, то есть он там начинает там шататься или еще что-то. И это мозжечок. То есть получается, первый орган-мишень для алкоголя – это мозжечок. Да, и поэтому человек, который длительно употребляет алкоголь, у него происходит атрофия мозжечка. То есть клетки мозжечка начинают гибнуть массово, и у человека появляется вот это вот нарушение координации движения, он настоять не может и так далее, то есть какие-то такие вещи. А следующая стадия – это когда у человека изменяется его поведение, да, снижается критика к своему поведению, появляется там веселье, да, или дурашливость, или наоборот агрессия, да. Что это такое? Это лобная доля. И поэтому алкоголь следующим, да, то есть участком хроническое атестическое воздействие на лобные доли. И поэтому со временем у человека идет атрофия лобных долей. Вот если как бы… Сравнивать курение и алкоголь. Если так вот прямо очень, прямо по-простому, да, то есть это вот получается все-таки вот такая вот история, да, когда человек со временем прямо очень сильно меняется, и у него происходит вот повреждение определенных участков мозга. А вот скажите, пожалуйста, Дмитрий Сугитович, клиническая смерть определяется временем, интервалом, когда мозг не кровоснабжается, нет кровоснабжения и дыхания, да, и это 5-7 минут. Но вот если проведены реанимационные мероприятия, и человека вернули к жизни, все восстанавливается без каких-то потерь? Вы знаете, вообще головной мозг, ну, нервная ткань, она очень критична к ишемии. Если мы говорим об ишемии, то это не только нервная ткань, которая в головном мозге, в других органах, например, в сердце. И поэтому там произошла клиническая смерть. Почему нужно как можно быстрее начинать делать сердечно-любочную реанимацию? Потому что в первую очередь здесь пострадает не только головной мозг, но и нервная ткань, которая отвечает за работу сердца, да, и человека просто можно элементарно потом уже и не спасти. Я так считаю, что обучение людей простых сердечно-любочной реанимации является очень важным, базовым навыком, который должен иметь каждый. И то время, которое вы сказали, да, то есть оно, в принципе, для человека является действительно реально критичным. Потому что, несомненно, в условиях жесткой остановки кровообращения нервная ткань, которая, ну, как бы не получает кислород и глюкозу, она очень быстро будет погибать, невероятно быстро. Без кислорода и глюкозы в мозге не образуется, ну, такой бензин, да, и работать ничего там не может. Несомненно, после каждой остановки, ну, то есть вообще, в принципе, после остановки кровообращения человек, он не может, знаете, как в кино, он глаза открыл и начинает сразу же прыгать, бегать, не знаю, там, стрелять и все остальное. То есть это, в принципе, невозможно, потому что после перенесенной гипоксии, да, то страдание клеток головного мозга будет обязательно. И оно будет, прежде всего, проявляться в нарушенном уровне сознания. Всезнающая Википедия пишет, что более 200 видов боли и что очень много причин головной боли. Когда можно просто выпить таблетку, а когда головная боль, ну, это однозначно сигнал того, что нужно к доктору, к неврологу, наверное? Ну, головная боль, да, это к неврологу. Головная боль, она бывает при очень разной болезнях. И поэтому, конечно же, когда человек попадает к неврологу с головной болью, как правило, там начинается, ну, определенный поиск тех причин, которые могут привести к этому или не привести. Но есть головные боли, с которыми все равно надо обращаться к доктору, конечно же. Видите, как? Есть головная боль, которая называется абузусная головная боль. И эта головная боль, она связана с тем, что человек, например, бесконтрольно принимает препараты обезболивающие. И вот такие головные боли, они у человека как раз и не от того, что у него голова болит, а от того, что он лекарства не принимает. Я просто хотел бы тоже предостеречь людей от того, что вот такой самый частый симптом, как головная боль, да, чтобы люди при этом без разбора начинали принимать всякие разные нестероидные препараты обезболивающие. Если у человека есть системная головная боль, которая его беспокоит, которая снижает качество жизни, значит, надо с этим разбираться и выяснять, какова ее причина. И это к неврологу, несомненно. А что есть у невролога для диагностики? Вот какие современные методы? Очень сильно медицина изменилась в наше время. И неврологическая наука одна, с одной стороны, обогатилась, а с другой стороны, все эти методы исследования, они неврологию как науку убили. Появились новые методы лечения, которые позволяют действовать быстро. И в этом смысле возможности обследования, возможности дообследования, те методы диагностики, которые существуют, они позволяют ускорить этот процесс. И этот процесс, он становится, может быть, решающим в том, чтобы определить потом дальнейшую судьбу. Поэтому, да, действительно у нас появились на сегодняшний день и магниторезонансные томографы, и компьютерные томографы, которые имеют разные режимы, и МРТ, и КТ имеют разные режимы, возможности оценки тех изменений, которые у человека происходят. Это методы исследования, которые позволяют смотреть и оценивать периферическую нервную систему. Появились новые препараты, которые также позволяют болезни лечить. Диагностировать и лечить. А вот скажите, пожалуйста, Дмитрий Сугидович, вот эти достижения, они больше всего стали подспорьем в решении каких задач, лечения каких патологий. Вот прям вы могли бы сказать, что да. Вот это мы научились делать лучше, быстрее, качественнее. Я могу сказать так, что на сегодняшний день, конечно же, самым продвинутым направлением стала инсультология. То есть вот все то, что касается инсультов, оно продвинулось, ну, просто на совершенно другой порядок. Потому что на сегодняшний день в нашем арсенале есть возможности, во-первых, диагностировать инсульт в очень ранних стадиях. Применять методики не только диагностики, но и лечения, да, которые позволяют растворять тромбы, значит, доставать эти тромбы из сосуда. И все эти технологии, они абсолютно доступны. Самое главное, что в нашей стране правительство дает на это средства. Знаете, здесь не нужно ни о чем, ни с кем договариваться, потому что это процедура, которая определена. Самым важным, не самым, наверное, глобально действительно, люди зачастую просто не знают о том, что с ними произошел именно инсульт. А, симптомы, удар. Симптомы, да, удар, конечно. Нужно, чтобы люди, которые поступают в терапевтическом окне, время, в течение которого врачи могут реально помогать. 4,5. 4,5. 4,5 часа. Да, это то время, которое отведено на то, чтобы мы могли что-то делать. Если мы говорим о том, чтобы достать тромб из сосуда, это 6 часов. То есть, вот, получается, 4,5 или 6 часов – это то время, которое отведено. На самом деле, такие временные рамки, они позволяют нам на сегодняшний день оказывать помощь очень далеко, ну, как бы за пределами Владивостока. И пациентов мы доставляем из очень далеких городов. Именно на вот это извлечение тромба из сосуда. А можно ли развивать мозг в старости? Мозг можно развивать в любом возрасте. Конечно, пластические функции мозга, они меняются. Если что-то можно было настолько быстро и легко сделать, там, в 6-7 лет, да, это становится немножко сложнее сделать в 70-80. Люди, которые там постоянно, значит, отгадывают кроссворды, решают, да, там, или какие-то дополнительные вещи изучают, языки изучают, вот, там, навыки новые какие-то появляются, там, занимаются музыкой и так далее. Несомненно, у этих людей, у них исходный уровень всегда выше, да, и, соответственно, их на дольше хватит. Про сахар для мозга, то, что мозгу нужен сахар, глюкоза. По-моему, вот это количество, оно равняется 7 граммам. То есть мозг, чем он отличается от любой другой ткани в организме? Мозг не может делать запасов. То есть получается, что в мозге нет такого мешка, куда бы можно было сложить бензин, энергию. То есть энергия, если в мозге вырабатывается за счет того, что туда глюкоза и кислород поступают, эта энергия, она должна быть вот сейчас использована, вот прямо сейчас. Никак по-другому это невозможно сделать. И поэтому, получается, вот в организм поступает эта глюкоза, и она перерабатывается и как бы используется. Все то, что лишнее, а лишнее это выше, чем 7 граммов, оно моментально перерабатывается в гликоген печени. То есть получается, гликоген – это вот такая некая формула хранения глюкозы. И получается, что все то, что там в печени может поместиться, оно тоже там что-то не очень много помещается. Все остальное, оно начинает складываться в жировые вакуоли. Оно превращается в жир и начинает складываться в жировые вакуоли в наших боках. Понимаете? Процесс превращения глюкозы во все вот это вот не самое веселое, оно происходит мгновенно. То есть мозгу достаточно одной плиточки? Вообще. Что-нибудь полезное из еды для мозга можем порекомендовать, кроме глюкозы? Самое лучшее – это солнце, воздух и вода. Мозгу, мозгу нашему ничего не надо. На самом деле, кроме того совсем небольшого количества глюкозы, да, то есть и кислорода, который ему прям сильно тоже очень нужен. Все остальное, все остальное делает человек, благодаря тому, что он не балдеет, да, а работает упорно. Пресловутый миф, да, о том, что наш головной мозг работает на 10%, это абсолютнейший миф. Наш мозг, он работает всегда на 100%, потому что каждый участок мозга за что-то отвечает. Именно поэтому считается, да, что самый лучший отдых – это активный отдых. Перемена… Да, деятельность. Перемена деятельности. А естественный процесс, который существует на сегодняшний день для нашего мозга – это сон. Да, то есть сон является защитным механизмом, когда мы во время сна даем возможность восстановиться, да, то есть всему, вот всей биохимии в голове, которая есть. Спасибо, доктор. И тысячи лет назад, и сейчас. И, надеемся, через столетия одна вещь остается неизменной. Детей рожает женщина и кормит их грудью. Что-что, а этот такой простой и в то же время сакральный процесс не под силу ни искусственному интеллекту, ни нанотехнологиям. В то же время вопросов по грудному вскармливанию у современных мамочек гораздо больше, чем у их бабушек и прабабушек. Нужно ли младенца допаивать водичкой? До какого возраста целесообразно кормить грудью? И как узнать, что малыш наедается? На эти и другие важные вопросы отвечают опытные специалисты. Нужно ли допаивать водой младенца в возрасте до полугода, который на грудном вскармливании? Нет. А зачем? Всю основную жидкость он должен получать из материнского молока. Более того, если мы посмотрим на состав молока, оно меняется не только в процессе жизни, но даже первая порция, она сладкая и очень жидкая. Иногда бабушки старые говорят, ой, у тебя голубое молоко, мама ссаживается, у тебя голубое, светлое молоко, прозрачное. Там одна вода, там нечем кормить, давай будем кормить коровьем. Ну, это глупость, потому что первая фракция, она действительно жидкая, она восполняет, ну, как говорится, в углеводах и в жидкости. А последующее, так называемое, заднее или последовое молоко, оно наиболее жирное, но оно зато и более богатое витаминами и другими веществами, необходимыми ребенку для развития. И для развития его мозга, и для его развития иммунной системы. Поэтому допаивать точно не надо. Как узнать, хватает ли ребенку молока? Первое, на что нужно ориентироваться, как часто ребенок писает. То есть, если у него мочеиспускание на первой неделе жизни чаще, чем 8 раз в день, то значит, считается, что молока ему достаточно. В следующий момент смотрим, как ребенок развивается, собственно говоря. То есть, если он потихонечку округляется, у него появляется второй подбородок к первому месяцу жизни, то, естественно, ребенку, как правило, молока достаточно. Часто взвешивать детей на самом деле не надо, потому что мамы иногда на зацикливаются, а прибавки, они неравномерные. Более того, существует так называемая физиологическая уголь массы тела, которая на первые 3-5 дней происходит. Потом потихонечку ребенок начинает набирать, и наиболее активная прибавка идет на третьей-четвертой неделе жизни. Если мама взвесит в 2,5 недели, и она увидит, что ребенок практически ничего не прибавил, или прибавил 100 грамм, а тут же, опять же, бабушка или кто-нибудь еще стоветчик подойдет, скажет, ой, мало. Это неправильно, потому что нам важен итог, сколько ребенок к концу первого месяца жизни прибавит. Надо ли терпеть, если кормление грудью болезненно? Вы знаете, когда мамы жалуются на болезненное прикладывание малыша к груди, первое, что хочется посмотреть и исправить, это положение малыша у груди, потому что все болезненные ощущения мамы, они идут именно из этого фактора. И бывает иногда такое, что из-за высокой чувствительности сосков могут такие ощущения складываться. Но со временем они у мамы проходят. Если мама, допустим, кормит малыша по требованию, все эти ощущения уйдут. Бывает такое, что может присоединиться инфекция, чаще грибковая. Нет молока, что делать? Вы знаете, это основная причина, по которой мамы начинают докармливать своих малышей смесью. Так обидно становится, когда на фоне достаточной лактации ребенок получает заменитель грудного молока. Откуда идут вот эти переживания? Из-за того, что мама изначально не имеет информации о физиологии, о развитии малыша. Видит, что малыш плачет, видит, что беспокоится. Советчиков, да, очень много. Не мучай ребенка, да, и смесь. Почему он у тебя постоянно плачет? И вот эти все, когда на тревожное состояние мамы накладываются советы извне, и ее недопонимание этого процесса приводит к тому, что начинают докармливать смесью. Малыш недополучает грудного молока из груди. Соответственно, лактация со временем сворачивается. Здесь работать надо, конечно, в первую очередь в комплексе и с психологами, и с такими специалистами, как консультанты по грудному вскармливанию, специалисты по грудному вскармливанию. До какого возраста грудное вскармливание необходимо малышу физически? А когда это уже больше психологическая потребность? Я обычно говорю таким образом, вы должны кормить не менее года, больше приветствуются, но это не обязательно, что называется. Но нужно реально понимать, что после года здесь еще существует и психологическая связь между мамой и ребенком, и иногда потребность к кормлению грудью у женщины, собственно говоря, у мамы не меньше, чем у ребенка. Поэтому приветствуются кормления и до полутора лет, и до двух лет. Просто надо реально понимать, что после года уже нет той зависимости от материнского молока, которая была на первых птахпах жизни ребенка. До свидания! Будьте здоровыми и счастливыми! Это была программа «Медицина 21 века». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова